Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. И сегодняшний наш выпуск мы проведем в беседе с Ринатом Сафаровым, продюсером сериалов, кино и директором продакшн-студии 5.6.7. Сегодня мы будем говорить о продюсировании, а также что это такое управлять продакшн-студией в Казахстане. Поехали. А вот узбек справится. Что мы сняли? Справишься, да. Сделаешь, да. Что это? Да мы всех порвем, мы все сделаем, мы лучшие. Почему у нас в Казахстане такие страшные квартиры? У нас здесь больше связи решают. Это социальная драма. Нужно, мне кажется, каналу понимать, что такое производство. Есть какой-то потенциал. Взяли и выиграли. Классно. Мы сделали крутой проект. Ты мне поправь, если я что-то неправильно сейчас скажу. Но правильно понимаю, что вот если сейчас брать, ну, твою позицию, то есть ты директор студии, то есть руководитель компании, да, и исполнительный продюсер, и генеральный продюсер ваших проектов. Если я скажу, что вот ты тот человек, который, ну, там, грубо говоря, если брать административную линию, то есть поработал на всех позициях, там, линейным продюсером, да, локейшн-менеджером, там, исполнительным продюсером, правильно? Совершенно верно. Можешь коротко рассказать, как это все произошло, как ты вошел вообще в эту индустрию? Ну, я так, как и вы, все бывшие КВНщики, сборная торгу, но это было очень давно. Ну, в любом другом случае, в эту работу меня привел КВН. То есть я приехал сюда 11 лет назад. Из Тараза, да? Из Тараза. Мне давно звали, звали. До этого у меня было совсем другое направление в работе. То есть ты не сразу после КВН? Я не сразу после КВН приехал сюда. Я жил и работал в Таразе. Работал в казино. Ну, потом, как все знают, в казино перенесли там по разным областям в одно место. И поближе к Копчегаю решил приехать. И ребята, в команде, в которой я играл, давно сюда звали. Меня что-то всегда настораживало. Думало, не мое, вообще как-то такой большой город и так далее. Но все-таки жизнь заставил и приехал. И первая вообще моя работа, куда меня отправили работать, ничего не зная, это был клип «Гетодокс». Вот, я пришел туда, мне есть такая Женя Морева, если ты знаешь. Да, конечно. Нурлан такой, Кожахметов тоже в то время был продюсер на студии «Оркстейшн». А тогда вот «567» это что было? Это вот тогда была та компания, которая делает клипы, или они тогда уже снимали? Тогда была компания, которая делала клипы, но «Оскарик» уже на тот момент снял свой первый фильм с «Ваян». Он уже был как режиссер кино известен, который сделал первый рейтинговый и кассовый фильм, который заработал, по-моему, там около миллиона долларов. Изначально я не пришел на студию «567», я работал с Нурланом Кожахметовым, он был продюсером, и «567» директором, и работал на студии «Оркстейшн» продюсером. Ну вот мне поставили этот клип, он сказал, Нурлан сказал, подойдешь к Жене Мореву, будешь возле нее стоять и делать все, что она скажет. Ну я подошел, стоял, где-то, наверное, час я возле нее ходил, ей было немножко неудобно, потом она сказала, молодой человеку, что здесь делать? Ну мне сказали возле вас стоять, помогать, то, что вы скажете, то есть, знаете, мне как-то неудобно, вы, говорит, идите к осветителям. То есть мой первый опыт – это помощь осветителям. Ну и вот с этого все началось, потом был первый фильм «Как я попал вообще в «567», Фархад Шарипов тогда был продюсером фильма «Боксер». Ну пришли на встречу, я также с Нурланом, сидит Аскарик, Фара сидит, Шарипов, сели. Тогда на тот момент собирали уже запуск, собирали группу и вели обсуждение, кого на какую позицию. В принципе, группа уже была сформирована на процентов 50. И прозвучало такое, может, а у нас нету локейшн-менеджер. Нурлан сразу сказал, а вот узбек справится. На тот момент я даже не понимал, что это такое, локейшн-менеджер. То есть для меня даже, ну как бы это, что, как. Ну я понимал, что нужно везде всегда говорить, да, справишься, да, сделаешь, да. На тот момент Аскарик так посмотрел, хотя Аскарик меня уже давно знал со школы. Мы играли в одной команде потом, посмотрел, говорит, справишься, на что я ответил, да. Ну и мне нужно было всю барахолку разрулить. Ну вроде у меня получилось, Аскарик как бы заметил, и мы начали работать. После чего Нурлан сказал, слушай, ну у меня сейчас пока такого завала нету, работы, в принципе, такой постоянной нету. Так что там. Да, ну это было какие-то проекты, да? Да, это были проекты. Потом Аскар сказал, ну пойдем ко мне? Пойдем, а кем? Он говорит, ну будешь администрировать клипы. Окей. Сама компания тогда не принимала участие в этих проектах, да? То есть это была, ну вот это ваша банда, да? Да, совершенно верно. Она, то есть люди из нее там делали клипы, можно сказать, а отдельно, в отдельных проектах там привлекались, там Аскар, там, Азамат, да, то есть они как бы, они работали, ну скажем так, на чужих проектах, да? В виде фрилансеров, но это были те люди, которые полностью отвечали за творческие моменты и вообще за процесс. Да, да, я понимаю. Причем при всем при этом я уже был как бы в курсе событий администрирования всех вот таких, такого рода проектов и позиция администрирования этих проектов выпала мне. То есть 5-6-7 на тот момент занимался полностью производством для кого-то сериальной продукции, кино и так далее, да, но пока не самостоятельно. Но все под ноль мы делали самостоятельно. Да, да, понимаете. Для кого-то. Да. Вот тот же тракторист, да, любовь тракториста, Збаян, все делали самостоятельно. А на любовь тракториста ты какую позицию? Директор картины. Директор картины. Ну сериал, условно. Да, директор. Ну, любовь тракториста такое было серьезное событие на тот момент. Не так было много проектов и он был прям такой один из, скажем, двух сериалов, которые там братья и любовь тракториста по сути. Какая красивая история, Белочка. Какой был первый проект, который вот уже самостоятельно был, договор был заключен с 5-6-7? Ну, немножко предыстория, как это все произошло. Мы делали, понимали, что это делаем мы, но сами мы нигде не фигурировали, то есть от начала до конца издавали мы самостоятельно. То есть с каналом уже на тот момент в основном это был хабар. Да, но вы как бы от Бояны Синтаевой, да? От Бояны Синтаевой заключалось, мы просто делали всю работу и издавали. Ну, потом в один прекрасный день я сказал, слушай, ну, там тоже были кое-какие подводные камни, которые я сейчас не буду отзвучивать. Я просто сказал, давай, может быть, мы попробуем, раз мы уже знаем все руководство, условно говоря, на канале, почему бы нам не попробовать самим что-нибудь предложить? Ну, говорит, давай. На тот момент директором дирекции была Сануваш. Да, да, я помню. Мне позвонил, сказал Сануваш, а можно мы как бы от студии 5-6-7 сами попробуем что-нибудь предложить? На что мне ответили, да не вопрос, нам все равно с кем работать, главное, чтобы это было качественно и хорошо. А понимая то, что, ну, на тот момент уже тоже канал понимал, кто это делает, и сказали, ну, мы понимаем, что вы делаете это хорошо и качественно, поэтому подавайте смело заявки. Слушай, ну, прикольно, потому что параллельно с этим, я вот только начал заниматься этим, мне тогда два года не давали снимать сериалы, мне часто говорили, что, ну, а кто твой режиссер, ну, вот кто будет режиссером, я говорю, а почему важен режиссер, ну, вот посмотри, например, и вот мне говорили про вас, вот, например, вот сейчас вот там Оскара, они теперь самостоятельно будут работать, вот там понятно, вот Оскар будет режиссером этих проектов и так далее. Я тогда, ну, когда часто я приходил, говорю, а что если я снял пилот. А что если так? Ну, хорошо, только, знаешь, у тебя нет этого, например, у тебя нет режиссера, у тебя нет... И я опять уходил, знаете, потом опять что-нибудь подготавливал, все-нибудь снимал. Ну, потом пришел я уже с режиссером, тогда с Искаром Бесимбином. То есть, не хватает того. Мне часто просто говорили, как пример, о том, что вот, смотрите, вот у этих ребят, короче, вот они теперь самостоятельно и вот есть оскар и вот понятно какой будет ну там типа проект я преподносил все заявки виде того что креативным продюсером всей этой темы глаз корик после но успешных проектов которые вы сделали уже это у вас был фон это работал и да я говорю вот это оскарик написал и это будет снимать он а я буду всем остальным заниматься ну и вот первые как вернемся к твоему вопросу первый самостоятельный проект который мы сделали это был сериал сурбой да где впервые вообще во всех сериалах снялся обеке на бонус арсей да и суши я очень хорошо помню этот сериал мало того я вообще считаю но мне он очень нравится и мало того я считаю что он принципе единственный кто вот такой если брать такую общую тенденцию развития сериалов там скажем так ну там в мире что ли единственный проект который был сделан так вот но как правильно назвать то есть не по каким-то шаблонным да то есть понятным приемом который мы сейчас сейчас делаем детектив этот детектив он должен быть таким драмы это драма мелодрама должна быть такой например там ситком должен быть таким вот Этот сериал, я считаю, что до сих пор он очень своеобразный, с каким-то таким почерком, со своеобразным юмором. Для меня он выделяется, пока такого больше не видел еще среди нас. Мы к нему и подготовились, как к первой работе. Единственное, у этого сериала есть, конечно, своя трагедия. Главный герой, парень молодой, ушел из жизни. Ну, не будем о плохом, в любом случае я должен был это озвучить, потому что мало кто знает. Подготавливались к нему, в принципе, ну как-то все по маслу, что, знаешь. Я снял целый этаж. Тогда у вас, наверное, энтузиазм еще был, это первый ваш самостоятельный проект, наверное. Ну, возможно. Ну, то есть, как бы, по идее... Где-то есть такое, знаешь. По идее, ну как, как вот он сейчас пойдет, по идее, так же вы самостоятельно... Возможно, и это... Но все равно уже та подоплека, то, что мы там сделали какой-то рейтинговый проект, это все равно давало, как вы, знаешь, некий посыл разговора с телеканалами. Потому что уже ты разговариваешь немножко по-другому. Как ты говоришь, я не прихожу, я не приношу пилот. Я говорю, посмотрите, мы это сделали. То есть, это были своеобразные плюсы в этом. Ну, и сделали мы его, как бы, я не скажу, что он мне дался и в организационном плане тяжело. И в написании сценария было все не так сложно. Сурбайдак, ты тогда был уже ген-продюсером или исполнительным продюсером? Я был продюсером. Продюсером? Просто продюсером. У вас был исполнительный продюсер? Исполнительного продюсера не было. То есть, все было на моих плечах. Все понятно. И по сей день все так происходит. А, да, ты совмещаешь все? Ну, вот последние где-то года полтора-два я уже начал привлекать... Потому что параллельно, да, у вас идет какой-то проект? Да, привлекать ребят на должность исполнительного продюсера. В любом случае, вся ответственность лежит на мне. Ну, ответственность понятна. Поэтому тяжело стало в последнее время все. Ну, когда, да, когда два-три проекта, причем одновременно идут... Да, они обычно одновременно, потому что, в принципе... Потому что запускают всех одновременно. И, ну, пришлось, да, уже как бы привлекать ребят. Причем, когда ты привлекаешь кого-то, кто с тобой еще не работал, и ты не знаешь, на что он способен... То есть, первое время, когда я это начал делать, это было сложно в плане того, что тебе нужно было еще и, как бы, и помогать этому человеку. Да, конечно. Несколько разгружать себя, а сколько давать какое-то направление, там, смотреть, как это все делается, перепроверять и так далее, и тому подобное. Но в любом другом случае, когда ты кого-то приглашаешь и даешь мотивацию, что ты будешь исполнительным продюсером, у нас в Казахстане это работает. То есть, человек уже, у него уже, такие, знаешь, крылья. Он думает, вот, ну, вот я, наверное, уже... Близок к тому, что стать продюсером. Хотя я сам себя до последнего, ну, не ощущал продюсером, потому что я самоучка. Да, я ездил на какие-то курсы, на какие-то семинары, но я сам вообще пищевик технолог. Либо макарон, экономические изделия. У нас же там хоть готовят продюсеров, но на самом деле продюсеров готовят только практика. Практика. Ну, ты же не сможешь сейчас поставить на проект просто выпускника, там... Жургеневки просто, который закончил факультет продюсера. Слушай, ну, скажи, вот за все это время, скажем так, за этот путь, вот, там, линейного продюсера, локейшн менеджера до продюсера, то вот, ты говоришь, ты самоучка. И были ли люди, которые тебя, как бы, тоже чему-то учили, либо это все на практике приходилось сталкиваться самому? В первую очередь, это, конечно, тот же Аскар Узабаев, в любом другом случае. А он хорош, да, в организации? Он дает глобальные советы. Может быть, он и не участвует, но он может одним словом тебе дать направление. Это одно преимущество его, как продюсера. То есть в нашей студии он учредитель компании и сопродюсер. То есть у вас как театр, да? Мы как компания с ним вдвоем. Он художественный руководитель, а ты и директор театра, скажем так. Совершенно верно. В чем мое преимущество как продюсера и почему я состоялся как продюсер в этой компании? Почему? Давай ответим на этот вопрос. Потому что люди, ребята из КВН, они становятся актерами, авторами, ну, скажем так, креативными продюсерами, да? Ну, то есть, ну, мне кажется, есть предпосылки к этому. А почему вот, ну, один из ответов, как ты говорил на все, да, и на тебя самую тяжелую неприятную работу скидывали? Это мой вариант, знаешь, там, ну, пока тебя не спрашивали, а хочешь реализовать какую-нибудь идею? Тебе говорили, а хочешь там, я не знаю, организуй так, чтобы здесь никого не было. Ну, расскажи, почему именно, грубо говоря, ты состоялся вот именно вот в этом направлении? Ну, начнем, наверное, с того, что студия 5.6.7, так таковая, когда я в нее пришел, там была такая команда, созданная Аскариком, то есть, это была такая команда, знаете, вот такая, да, мы все порвем, мы все сделаем, мы лучшие, мы должны стремиться к этому, и вот такой клич был, и когда я туда пришел, я этим заразился, то есть, если мне нужно было что-то сделать, я должен был сделать это так, чтобы в команде на меня смотрели и говорили, да, он достоин здесь находиться. То есть, я рвал металл, я делал так, чтобы это было круто, чтобы это было красиво, интересно. То есть, к каждой своей какой-то, условно говоря, проблеме я относился с порывом победить эту проблему. И где-то получалось, где-то нет, но в любом случае, вот этот вот призыв к тому, что мы команда, мы лучшие, мы сделаем, вот это работало. Добавлю, самое большое преимущество, то, что касается съемочного процесса сериалов, то ли там кино, либо клипов, когда ты с Узабаевым на площадке, то ты уже как продюсер не боишься ничего в плане форс-мажора. То есть, это тот человек, который может сказать, слушай, у нас там был стакан воды, но у нас форс-мажор, у нас нет воды, есть стакан. Давайте сделаем так, что он его, то есть, разобьет, потому что у нас нет воды. Ну, это я условно, да? То есть, это человек, который принимает быстрые, как, не знаю, как искра решения на съемочной площадке, чтобы тебя, как продюсера, ну, там, условно говоря, не грузить. Помимо Узабаева я уже поработал со многими режиссерами, ну, в том числе воспитанниками 5-6-7, это Ярнар Нургалиев, это Санжар Умаров, это Жасул Ампушанов, я с ними и сериалы делал, и кино делал. Вот эта черта Узабаева научила этих ребят принимать конкретные решения, когда есть форс-мажор на площадке. И это очень круто, это очень разгружает продюсера, разгружает администрацию, разгружает процесс. То есть, спонтанно уйти от проблемы на площадке, это круто. И это, ну, как бы, тебя, как продюсера, вдохновляет, когда ты с такими режиссерами работаешь. Ну, и бывали уже моменты, когда я поработал с другими режиссерами, с депутантами, с молодыми ребятами, там, конечно, такого нет. Потому что это не воспитанники, это люди, которые пришли извне. Возникали такие ситуации, когда Узабаев говорил, «Все, я не буду сериалы больше снимать, я не хочу, я хочу кино». Причем, иногда уже говорил, я хочу авторское кино. Ну, я потом беру заказы, подхожу. Ну, допустим, начали работать с Казахстаном, телеканалом Казахстаном. Там тоже, ну, как бы, подали все вот эти темы. Что касается тем, Аскарик, он уезжает раз, ну, в основном зимой отдыхать. По большей мере, это на Гоа, в Индию. И на месяц где-то. И пишет вот он там все эти идеи, все, что касается сериала, именно сериальной продукции. Приезжает там он со своим блокнотиком, я готовлю, как раз время заявок я отдаю. Порядка 12-20 тем он привозит. Причем, всегда все новое, направления разные. То есть, ну, в этом плане я не парюсь, не ищу, не хожу. Что по креативу отвечает у нас он. И в этом плане мне легко. Что нужно, чтобы стать хорошим исполнительным продюсером, скажем так? Какие качества, скажем так? По исполнительному продюсеру? Я просто по продюсеру-то не закончил. Там делают такое-то. Но мы к ним вернемся еще обязательно. Вернемся. То, что касается исполнительного продюсера, мне кажется, нужно пройти все от, условно говоря, от рабочего на площадке до того же исполнительного продюсера. То есть, всю администрацию нужно пройти тебе от начала до конца. Что такое администрирование проекта? Да. Но в любом случае, даже исполнительный продюсер – это такая часть механизма всей площадки съемочной, до съемочной площадки, подготовительный период. То есть, исполнительный продюсер участвует во всем процессе производства сериала. Какими качествами он должен обладать, скажем так, чтобы преуспеться? Это должен быть очень подвижный, веселый, коммуникабельный человек. Веселый. Который должен, даже я перефразирую, веселый, психологически уравновешенный человек. Устойчивый, да? Устойчивый, который может принимать решения как в веселом таком контексте, так и быть немного жестким. То есть, исполнительный продюсер – это, условно говоря, правая рука гейн-продюсера. Да. То есть, если он где-то даст сбой, значит, все полетит. То есть, продюсеру нужно будет принимать удар на себя. На сегодняшний день около 40 проектов я уже сделал. И сериальной продукции, и кино, не считая клипов. Да. Кстати, клипы очень сильно помогли. Да? Потому что клипы, производство клипов хорошо, там, максимум 5 дней, да? А так обычно 1-2. Ну, там нужно так подготовиться, чтобы ты не вышел за рамки бюджета. Вот тут формируется, условно говоря, административная часть тебя, как человека, который будет завтра заниматься теми же сериалами и кино. То есть, на клипов тебе не дают такой возможности, как, допустим, на сериалах подготовиться. Угу. У тебя есть, условно говоря, неделя, а то и меньше 3 дня. За 3 дня ты должен сделать все. То есть, клипы меня вот вырастили в человека, который сейчас занимается производством сериала. Я на площадке был всем, и даже вторым режиссером был, и локейшном был, и на клипов даже гримером был. Я гримировал мужчин, да, вот этой вот пудрой. Нужно, мне кажется, все процессы пройти, провести через себя, чтобы понимать, чем ты занимаешься. Скажи, пожалуйста, смотри, если возвращаться к тому моменту, когда вы получили первый сериал, на тот момент команда что из себя представляла? Ну, сколько людей, например, было в компании в штате, например? До восьми человек было тогда. На тот момент, да? На тот момент, да. Ну, это в основном, это ребята, которые сейчас уже сами состоялись как режиссеры. То есть, это творческие единицы, да? Это все творческие люди. Ну, это вот Азамат, да, я знаю, или ты считаешься? Азамат уже на тот момент был в самостоятельном плавании, но он тоже воспитанный в 5-6-7. А на тот момент кто был директором студии? Директором студии был я. Уже был ты? Я сразу стал директором студии. А какому количеству людей я имею в виду, ты платил заплату, скажем так? Это были эти 8, да? А, именно это было канала. У нас не было штата на тот момент. Был директор, был учредитель, там, условно говоря, был бухгалтер, был... Даже на тот момент не было юриста. Приходилось это все как бы самому спрашивать, изучать, говорить и заключать договора. Да, это все было шаблонно, но в любом случае перепроверялось. И мы всегда консультировались у юристов. А штата так такового не было. Были люди, были ребята молодые, задорные. То есть те, кого считали как бы одной командой? Которых сам когда-то собрал Аскар возле себя. То есть это сейчас известный режиссер Нургалиев и Ернар будет смеяться. Это Санжар Умаров, ребята, которые снимают самостоятельно сейчас. Азамат... Мы недавно, ну недавно мы как-то обсуждали вообще команды, которые есть на рынке. Я не знаю, вы читали этого Такеши Китана книгу? В общем, когда я прочитал эту книгу, в Японии, оказывается, есть такое понятие гюндан. Гюндан это, ну в Узбекистане есть такое, или на юге у нас есть гяпы, да? Да-да-да-да. Это такое добровольное сообщество, а в Японии оно очень более строго формализируется. Там только мужчины, и как бы, и они собираются, и они, ну не платят никому деньги там и так далее, но они считаются такой общностью, скажем так. Ну, не знаю, как в Каверинские времена командой, да? Ну а единственное, что у них нету одного общего дела обязательно. Они, конечно, с собой сотрудничают, и я когда читал эту книгу, и вспоминая, что вот у вас в многих команде вы даже сделали там татуировки, 5-6-7, я думал, а видите, наверное, у Забаев строит такой гюндан, то есть какие-то люди, которые там, там операторы, режиссеры, которые потом... Это было, было так, да. Я же говорю, это, ну не скажу, конечно, что это традиция какая-то, но был вот такой вот, такая искра существовала, командный, дух такой присутствовал, и смотря на сегодняшний рынок, те люди, которых Аскар воспитал, сегодня делают кино для Казахстана. То есть я думаю, что это было не зря все сделано. А чуть-чуть отклонюсь, то, что касается татуировок, это там вообще отдельная история. Да, расскажи. Первую татуировку, первую и единственную, то, что касается Аскарика, он сделал в Таиланде. То есть у нас не то, не только было командный дух в работе. То есть Аскар, он такой мотиватор, он нас каждый год возил отдыхать. Вот тот костяк команды, который существовал. И первый раз мы поехали в Таиланд. Причем мы приехали, Аскар захотел прям хороший отель, мы долго выбирали. Мы отдыхали в Паттайе в хард-роке. То есть у него уже на тот момент он понимал, что такое отдых и в каких условиях он должен проходить для команды. И идея сделать татуировки прошла там. То есть мы шли уже, так, изрядно выпив в русском ресторане по Уолкин-стрит, шли и, ну, все, давай-давай, тату, тату, набьем, 5-6-7. Единственное, Аскар мне сказал, ты бить не будешь, ты же директор, тебе, ну, как бы в таких кругах вести диалоги, поэтому тебя, может, там не будут потом после этого воспринимать. Он говорит, ну, давай, иди договаривайся. Ну, я нашел Тайку, договорился с ней, сломал по цене, потому что сказал, все будут бить. Ну, зашли, первый сел Аскар, ему начали делать. Увидели Санжар и Ернар, говорит, ой, мы что-то сегодня не хотим. Что они увидели, я так и не понял. Может быть, что-то, может быть, не для них, то, что они увидели. И они ушли. Единственное, кто захотел делать, это был Жасик. Он так заглядывал, а там коморка 2 на 2. Там некому больше поместиться. Он сидит, ему бьют. Он заглядывал, заглядывал, заглядывал. Я тоже буду, я тоже буду. Ну, видать, Аскару она сделала, все, он встал. Жасик сел. Она, видать, обиделась на меня, что не все будут бить, а только 2. Что это оптовая цена не превращается ни в опт. Она сделала немножко так, знаешь, якобы отомстила. Я не буду сейчас озвучивать, но Жасик сдает. И вот там зародилось это, в Таиланде зародилось это. В итоге все сделали? Потом здесь уже сделал Ернар, потом еще там ребята молодые делали. Ну, такого культа уже в культ это не превратилось. На этом все остановилось. Первый кинопроект самостоятельный, который вы сами спродюсировали. Какой он был и когда это произошло? То есть это получается где-то 2014, да, 2015? Да, где-то так. Да, в принципе, и возникла, да, та ситуация, когда вот Нуртас вышел с Килинкой, да. Понятное дело, что вы раньше этим занимались, но тогда вот, грубо говоря, для всех после этого начался такой бум, что все стали снимать. До того, как Нуртас уже с Абинкой вышел, мы уже готовы были что-то снимать. Ну, вы вообще заточены в производстве, да. Единственное, у нас вот стоял такой вопрос, и мы к нему отнеслись, наверное, с одной стороны серьезно, с другой стороны, сейчас уже на протяжении стольких лет, когда это все прошло, немножко сожалеем, что мы не первые долбанули, условно говоря, потому что мы задумались о том, чтобы чувствовать себя более вальяжнее на съемочной площадке, ну, как бы обрасти техникой, то есть кинотехникой, вот, и все, что мы зарабатывали на сериалах, на клипах, на еще что-то, на роликах каких-то, мы все вкладывали в технический потенциал. То есть мы все, что компания зарабатывала, да? Все, что пускали в технику, то есть, когда мы купили первые световые приборы Ари, Ари, 1200, это был предел мечтаний. Вы по частям покупали, да? Мы все приобретали по частям, потому что таких денег у нас не было, у нас не было, кто бы нас смог бы поддержать в этом плане, то есть все, что зарабатывалось, копилось и приобреталось. То есть когда мы, говорю, купили первые приборы, мы говорили, ура, мы не будем это брать в аренду, то есть мы теперь на этом еще можем зарабатывать. Когда мы купили первую камеру, это там уже вообще это что-то, все, мы готовы снимать кино, у нас есть три прибора, там есть РЭД, то есть мы купили РЭД. Все, давай кино снимать, да? И как бы, но при всем при этом, когда мы это все приобретали, нас все больше затягивало в сериалы, и нам нужно было дальше зарабатывать, то есть мы уже подвязались к тому, что мы на рынке, и нам нужно постоянно что-то делать для телеканалов. Поэтому мы уже там уже как бы приземлились в эту нишу и шли по ней. У нас был поток. Когда у тебя есть поток, ты хочешь, не хочешь, ты задумываешься о том, чтобы приобретать себе что-то, во благо того, чтобы это на тебя начинало работать и приносило дивиденды. На РЭД же вы не снимали сериал, поэтому... Так мы купили фотоаппараты. Ну, понятно, фотоаппараты, потому что... Мы тоже купили фотоаппараты тогда, и купили оптику к этим фотоаппаратам. То есть это тоже уже было свое, это мы не брали нигде. То есть когда я пришел в 5-6-7, было две монтажки, было два морковника. И вот с таким потенциалом и мышлением, мы как бы со Скаром здесь были воедино. Давай вот это купим, давай вот это. Ну, мы на тот момент даже и не задумывались, в чем минус этого всего. То есть в техническом плане технический потенциал постоянно развивается. Да, да, конечно. В любой индустрии. За этим не угонишься. Да, согласен. И сегодня мы это уже поняли. Все, что мы имеем, оно на нас работает. Ну, уже, конечно, так по чуть-чуть приобретаем, когда ты понимаешь, что это сэкономит тебе на процессе, на съемочном. Ты берешь те же там лейтмейт, условно говоря. И вернемся к вопросу первый фильм. Первый фильм – это гламур для дур. Они стоят 600 тысяч тенге. Итак, гламур для дур, да? Да, гламур для дур. Первый полный метр самостоятельный, ни от кого не зависящий. То есть пришлось на этот полный метр тоже собирать средства. Нам тоже никто этого не давал. Мы сами заработали на этот фильм. Сами сняли, сами прокатили. Прокатили. У вас вот этот 567 Cinema, да? 567 Cinema, это был первый проект этой компании, кинокомпания. Открывалось именно для кинопроизводства. Но он до сих пор существует. Вот, гламур для дур. Очень сильно горел Аскарик. Он сам написал с ребятами. Ну, то есть идея была его. Вообще все идеи, которые у 567, это узабаевские идеи. Прокатились, заработали. Не скажу, что много. Ну, все было поэтапно. Мы проходили все, условно говоря, с самого начала. То есть киноиндустрия, это не сериал. Совсем другое направление. Приходилось все изучать заново. То есть до стадии проката. Даже в стадии проката мы не знали, как это делается. Этой стороной занималась тогда Баян, да, когда вы делали тоже проекты? Баян занималась, но мы уже тоже понимали, что да как. То есть сюда мы не пришли совсем, не зная. Не, ну понятно. Как это делается и как ведутся периоды, какие у нас там, условно говоря, дистрибьюторы и так далее. Мы уже на тот момент все знали. Мы знали и цифры, знали, куда мы шли, на что мы шли. На этом фильме мы не проиграли, мы заработали. Ну, конечно, хотелось большего. Тоже были свои минусы, которые мы анализировали, почему мы не собрали там, допустим, так же, как и Нуртас. Ну, в любом случае сделали. Потом почему-то опять я ушел в сериалы, там, забирал. Ушел в зарабатывание денег, более прогнозирование. В зарабатывание денег, да. А Аскар уже на тот момент, ну, еще снимал сериалы, но все-таки уже после, попробовав вкус кино, он уже все, как бы, горел там. В ту сторону его лик был. Все, что касается меня, я вообще серый кардинал. Меня так знают только наши коллеги, что я вот там 5 час 7 занимаюсь. Я поэтому тебя и позвал, потому что мне интересна вот эта изнанка, по большому счету, потому что, ну, у меня и канал, по сути, для наших коллег, либо для наших потенциальных коллег. Ну, и в том числе для наших коллег. Да, да, потому что… То есть для этой среды. Ну, я делаю канал для этих людей, поэтому, то есть, понятное дело, что сейчас никто не будет проходить мимо, они скажут, о, это же я нацепт, а можно я возьму у него. Люди с ней не знают, как и у меня, как бы, да, это, то есть, хотя… Хотя можно, да, извиняюсь, что перебью, хотя можно пропиариться так, что тебе будут все знать. Ну, на это времени нету, просто физически. Да, на это времени нету. Получается, у вас была уже налаженная команда, да, компания стала производить сериалы и стала делать, ну, отдельная компания, ну, скажем, юридически, да, которая стала заниматься кинопроектами, да? Да. А сейчас команда состоит, какая у вас структура, то есть, Оскар художественный руководитель, ты директор студии и продюсер проектов, которые делаются в вашей компании, да? Кто еще есть, например, в штате? Как устроен ваш студия? У нас так такового штата нету, все ребята, которые приходят к нам на проекты, это фрилансеры. Да, а вот в офисе там… В офисе сидят ребята, которые занимаются там… Есть у нас Нуртас, парень, который был когда-то студентом Оскара, тоже прошел много позиций разного характера и вторым режиссером был на большом у меня вот историческом проекте. И сейчас он занимается цветокоррекцией, то есть цветокоррекцией полных метров. То есть у вас таковое менеджеры, они есть в офисе? Это все я. То есть есть ты, условно говоря, бухгалтер, ну там приходит кто-то… А, юрист. Юриста я взял, потому что… Да. Он выполняет тоже какие-то менеджерские функции или только юрист такая юридическая? Иногда я прошу, когда у меня нет времени самого, написать какое-то правильное письмо к руководству канала. То есть бухгалтер, юрист, то есть ты и Оскар. Оскар-учредитель, я директор, юрист. Вот те, кто постоянно приходят в офис, да, ну скажем так. Ну и хорошо, те, кто получает зарплату, скажем, это два человека, да, бухгалтер и юрист. Да. То есть вот этого достаточно сейчас, чтобы быть, ну вот для ведущей продакшн-студии, чтобы, ну как бы административно, грубого обслуживать, ну вот все эти проекты. Все эти проекты, которые состоят из фрилансеров. Я думаю, да, почему, потому что, ну штат держать это будет совсем невыгодно. Да, вот я хочу, кстати, с тобой поговорить. Если у тебя нет потока постоянного, то я не вижу смысла в штате. Ты просто их не прокормишь. Ну, если все это рассматриваете как бизнес, то я бы хотел такую деталь отметить, что ребята, молодежь, которая сейчас приходит в кино, она не идет ради денег. Я понимаю. Потому что это все наглядно видно, что, ну, это не тот бизнес, где можно сделать огромное состояние. Да, конечно. Вот, поэтому, да, естественно, если у нас, мы так и живем, по сей день. Тебе точно ли нужна молодежь, которую, например, ты воспитаешь, ну, а которую, ну, я не потому, что я позову дешевле воспитывать. Дешевле воспитывать. Ну, в процессе, да, а потом? Потом ты воспитываешь людей самостоятельными. А потом они становятся самостоятельными, они становятся даже дороже тех, кто профессионал. Ну, да. Потому что амбиции. Да, конечно. Ну, это в принципе нормально. Я поработал там, я сделал это, я теперь стою столько. Да. Что ты делаешь? Ты опять берешь других молодых. То есть, да, есть определенно свои минусы, и не конкретные минусы, я бы так сказал, но экономишь. Да. Слушай, а кого ты думаешь, в каких людей нужно вкладываться? Давай сейчас сразу выведем за рамки режиссеров, операторов. Мне кажется, они и должны быть самостоятельными единицами, и не могут там работать постоянно, потому что они сегодня одно с ним хотят снимать, завтра другое. Это не факт, что еще ты хочешь то же самое снимать, правильно? Мне кажется… То есть, мы убираем режиссеров, операторов, например. Каких бы людей, если бы у тебя была возможность, да, там, например, каких бы людей ты вкладывался, например, бы их взял на работу, их бы учил с учетом того, что они завтра будут все работать в твоей команде? Я бы вкладывался бы по большей степени в тех людей, которые занимаются постпродакшеном. Постпродакшен? Да, то есть, это цветокоррекция, это монтаж, это постзвука. Почему, объясню, потому что таких людей у нас вообще мало. Да, конечно. То есть, были такие… Сейчас немножко о кино, да, допустим. Были такие моменты, когда есть у нас такой человек Денис Коноплев, который занимался постпродакшеном практически многих картин изначально, которые только выходили на рынок, да, казахстанский. То есть, он был один. Да. Ну, один, который… Который, да, качественно сделал, и, ну, как бы я отвечал за процесс и делал все, сроки. Да. А сроки в нашем бизнесе – это немаловажный аспект. То есть, я бы, как бы, ну, вложился бы в таких людей. То, чем сейчас практически потихонечку мы начинаем заниматься. То есть, мы в свое время, 5-6-7… Ну, у нас в своем время был вести ромонтажа, да, у вас? Да. И Санжар. Санжар тоже, да, монтажа? Да. Все только с этого и начинали. Потом они начали потихонечку снимать клипы. Потом они начали потихонечку пробовать сериалы. Да. То есть, все сериалы, которые начинали снимать ребята, первые свои, они начинали в студии 5-6-7 на заказы 5-6-7. Это сейчас они… Ну, то есть, это не стало какой-то такой, как сказать, двигающейся лестницей, да? То есть, на клипах кто-то пошел на монтаж, ну, как бы… Ну, то есть, такой короткой карьерной лестницей. Нет, нет, нет. Опять же, вернусь в прошлое. 5-6-7 долгое время снимали в аренду помещение для того, чтобы существовать и находиться в этих помещениях. Ну, потом, опять же, у нас с Аскаром… В этом плане мы немножко единомышленники. У нас была мечта приобрести свой офис, свою студию. Ну, вы такие, кулаки такие, все в адвозе. Мы добились этого, сейчас мы приобрели, купили. Да, я был, классный, классный офис. Потом, после того, как мы туда заехали, сделали ремонт, у нас начались проявляться какие-то идеи в плане того, чтобы этот офис превратить в что-то такое, чего до сих пор нету. Ну, не то, что там в Алмате, а в Казахстане. То есть, это студия непрерывного цикла. То есть, начиная от подготовительной, заканчивая постпродакшеном, все в одном месте. То есть, вот он цветокор, вот он монтаж, вот он звук. Ну, это путь нормальной такой кинокомпании, которая должна быть. Ну, я имею в виду… Я не знаю, на сегодняшний день есть ли такие компании. Когда, грубо говоря, такая кинокомпания, грубо говоря, становится большой студией, ну, я сейчас не про размеры, не про объемы, да. То есть, мы говорим, что у них есть площадь для съемок, определенный, понятно, какой-то павильон. Есть все для того, чтобы делать постпродакшен. Ну, там, райтинг-румы плюс-минус есть или нет. Есть административно-транспортное, ну, какие-то такие вещи, когда она может, ну, закрыть весь, практически весь проект. В общем, то, что… Вот мы к этому и идем сейчас. Ну, это круто, круто. Ну, немножко тоже сложновато все это контролировать. Почему? Потому что тот же административный ресурс, иметь свой транспорт. Да. Купить-то его можно. Да, да. Его нужно обслуживать. Конечно. И обслуживать так, чтобы он у тебя постоянно был в движении, работал, не ломался. То есть… Ну, так же, как и с специалистами по постпродакшену. Да, совершенно верно. Их можно всех нанять, их можно всем купить технику, но надо их обеспечить работой, иначе все это будет, как бы, ну, люди будут сидеть, получать заплату. Да, так же не бывает. Ну, не знаю, что, так бывает, но так неэффективно и так не очень хорошо для этих же специалистов. Как ты считаешь, как будет развиваться вообще индустрия? Вот смотри, я вот, например, пять лет назад, когда начал этим заниматься вообще, то есть я стал это рассматривать вообще как бизнес, ну, там были причины определенные, да? То есть вот этот закон о языке вводился, о собственном производстве, распался, распустили один канал, ну, вот, в который был Елена, да, скажем так. Ну, как бы я вот в этом увидел возможность, да. Вот прошло пять лет, тогда еще не было таких там крепких студий, были продюсеры, которые были известны, вот. Ну, потом появились компании, скажем, да. Но сейчас, вот, если вот брать ту точку, на которой мы сейчас находимся, да, мы, как бы говоря, такой малый бизнес, скажем так, кем мы можем стать и что нам мешает развиться в какие-то более крупные, ну, там, студии? Я не знаю, мне честно сказать, вот я вот сейчас сижу и размышляю, думаю, у меня нет конкретного ответа на твой вопрос. Почему? Потому что с каждым годом что-то либо кардинально меняется в нашей индустрии, либо вообще ничего не меняется. То есть мы как были на одних и тех же бюджетах с госканалами, я про коммерческие вообще молчу, ничего не буду говорить, потому что я почти с ними не работаю. Как мы были на одной ступени, так мы на этой ступени и остались. То есть в моем понимании будущее за интернетом, в любом случае. Мне кажется, что в скором будущем даже уже эти бюджеты и телеканалы не будут давать на сериалы. Поэтому мне кажется, нужно пока не поздно переходить на интернет-контент, у нас самостоятельное выживание в этом бизнесе. А все, что касается кино, там до боли все понятно. Просто, ребята, оттолкнитесь от количества нашего населения, и с нашим рынком все понятно. То есть у тебя есть конкретика по суммовой политике, из-за которых бокс-офис, который можно собрать в аэрославльский фильм? Полтора миллиарда. Полтора миллиарда? Это максимум. А кто собрал полтора миллиарда? Коэмбайб? Вау. С каким? В Африку? С первым. С первым полтора? Да. То есть это общий бокс. Я понимаю. Конкретно никто цифр не видел. Да. То есть это слухи. Да. Слухи, но от более или менее… Скажу так, а какой самый кассовый проект, который вы сделали? Сколько вы собирали? Понятное дело, что это не совсем… Килинка тоже человек первой части. Да, какая была? А, нет, даже не Килинка первая часть, а то, что мы делали, соседи с адвокатами. Килинка тоже человек? Нет. Пять причин? Пять причин не влюбиться в казаха. Он собрал больше, чем Килинка? Он больше всех собрал, что мы делали. А какой сбор был? Ну, там около 400 или 500 миллионов. Я сейчас точно сказать не могу. То есть Килинка собрала меньше, чем 400, и она в три раза меньше собрала, чем первый бизнес по-пизански? Да. Ну, вы развитие своей компании в чем видите? В том, что вы будете делать кино? Сейчас мы… у нас в планах немного другое. Производство кино будет, но для какого рынка? Сейчас мы думаем поменять. Не то, что поменять. Мы остаемся на местном рынке, но мы хотим выходить за пределы нашего рынка. То есть мы понимаем, что боксы собираются не здесь, они собираются где-то там. Ну, а где их вблизи? А ближайшие соседи – это Россия, либо это Китай. Ну, Китай, я так понимаю, что мы там вообще никому не интересны. А с Россией еще можно, мне кажется, вести какой-то диалог. То есть нужно делать что-то такое, чтобы, может быть, и не с нашими актерами, и не с нашими локациями. Но хотелось бы, конечно, чтобы наши локации локально вообще присутствовали на экранах в России, потому что здесь круто. Ну, чтобы выходить в прокат не здесь. То есть и здесь, и еще где-нибудь. Тогда, да, тогда есть смысл в этом бизнесе. Слушай, а как ты думаешь, почему у нас… Ну, это мое мнение, может быть, ты с ним не согласен. Я понимаю, что у вас сериал там взял награду, да, ага, да. Оке. Оке, извините. Но почему у нас в последнее время, например, нет какого-то такого прорывного сериала, который бы смотрели все? Ну, который бы на голову был выше остальных, например. Ну, не просто там был лидером, да, понятное дело. Ну, здесь, мне кажется, очень простое решение и ответ на твой вопрос. То есть те продакшн, которые когда-то что-то, как вот я смотрел интервью с Аковом, как говорил Аковом, горели, что-то хотели доказать кому-то и до сих пор доказывают, да, как он говорил. Мне кажется, те продакшн, которые что-то где-то добились, каких-то наград и что-то доказали, они уже наелись. Просто стоят в потоке, понимаешь? А того молодого поколения, которое горит и что-то хочет сделать, может быть, их просто не пускают на рынок. Или, может быть, они не так сильно горят, как мы в свое время горели. Мы делаем, да, мы остаемся рейтинговыми, как бы рейтинговой компанией, которая делает рейтинговые продукты, но не настолько круто, как раньше. То есть запал уже немного в другом направлении. Ну, смотря, может быть, тогда правы те руководители каналов, которые, например, придерживаются правила один проект в одни руки, либо нам нужно развивать рынок, поддерживать молодежь, ну, в смысле, поддерживать новых, ну, рассматривать заявки молодых, например, режиссеров или сценаристов, которые еще, ну, продюсеры. Ну, молодые ребята же делают что-то. Все равно даже мы пытаемся, мы как продакшн тоже пытаемся дать дебют тому или иному режиссеру, тому или иному оператору для сериалов. Я последние три сериала я делаю дебютантами, ну, под чутким руководством Забаева, как креативного продюсера. То есть мы даем возможность, как продакшн, мы уже сами даем возможность такую, но где-то это работает, где-то нет. Ну, в любом случае, мне кажется, такие личности, которые что-то добились в этом бизнесе, это индивидуалы. И нужен какой-то, я не знаю, может быть, какой-нибудь Федор Бондарчук в казахском эквиваленте, который бы что-нибудь поменял на этом рынке. Пока все в таком, знаешь, в одном течении, идет тихо, спокойно, в одну сторону все плывет. То есть нету того человека, мне кажется, на сегодняшний день, кто мог бы нырнуть и против этого течения поплыть. Это мое чисто объективное мнение. Скажи, пожалуйста, а как ваше взаимоотношение с авторами? То есть вы авторские группы, ну, то есть это тоже фрилансеры, да, которые вы собираете под проект, правильно? Ну, я повторюсь еще раз, да, у нас всеми идеями креативными руководить Гузабаев. Даже та авторская группа, которая приглашается на написание того или иного проекта, она руководится именно Аскаров. То есть он дает направление, он после того, как написали, ребята пришли, идет конкретная читка до того, как собраться с группой, до финальной версии. Он принимает серии, да, делает свои поправки, то есть полностью руководить процессом. Поэтому в этом плане я не парюсь. Вы в основном работаете с местными авторами? В основном, да. Не в основном, а только с местными. Только с местными. И то, ну, сейчас у Аскара, между нами девочками, да, есть такое видение, как, ну, взращивать молодые кадры. Потому что те, которые есть на сегодняшний день на рынке, ребята, они тоже устают. Да. То есть они на расхват. Не хватает. Сделали что-то успешное, все, и их просто дергать начинают. Уже нету, у нас нету нормальных авторов. Я честно признаюсь. Не могу сказать. А привлекать кого-то извне, тех же украинцев, да, ребят, которые очень круто пишут, честно говоря. Может быть, не для нашего менталитета, но в любом случае мы-то знаем, мы-то понимаем, что такое автор. Где-то может быть и мы по деньгам кого-то не тянем, где-то может быть несовпадение интересов, где-то может быть просто, ну, тупо, а давай быстрее, сроков не хватает. Да. Будет, условно говоря, выгодно, чтобы ты завтра не краснел. То есть ты берешь запасом. Ну, есть и своя черная сторона медали. Пропишешь больше, долго будешь ждать денег. Да. Да, если ты ждешь долго денег, ждет все то население, которое с тобой этим занималось, понимаешь? И это я называю разрыв кассы. Да, кассы. Нам дают 50% на производство, 50% мы получаем после сдачи материала. Это с государственным каналом, с коммерческими 30 дают предоплату, 70 потом. Ну, и сейчас вот есть практика, когда не дают вообще. Вот. То есть я что хочу сказать? Те продакшены, которые существуют на сегодняшний день на рынке, если к этому, а к этому придет, поверьте мне, что мы будем просто производить и будем получать после того, как будем готовую продукцию сдавать, к этому идет уже все. Даже с госканалами такое будет. То есть останется, ну, я не знаю, 10% от того, что на сегодняшний день есть на рынке. И это останется не, условно говоря, профессионалы, которые профессионально занимаются творчеством, а останутся люди, у которых есть деньги, у которых есть свои деньги, которые могут запустить. Это так же, как и кинопроизводство будет. Сериальная продукция, она идет к этому. Запустил, сделал, то есть свою маржу поймал, получил, все. У кого нету каких-то средств, тот не выживет. Ну, а ты считаешь это правильно или неправильно? Я думаю, что это правильно. Ты, в общем, за несколько крупных студий или же, чтобы у всех там, ну, я часто просто это декларируют мне, что, что-то вроде у всех должен быть шанс. Но мне кажется, что телеканалы, опять-таки, как мы с тобой уже говорили вне камеры, это не фонд поддержки кинематографистов. А сейчас немножко вот такая парадигма. Знаешь, ну, там, Министерство информации, Министерство культуры, телеканалы, там, типа, а вдруг у него есть прекрасная идея. Но мы с тобой понимаем, что идея, вот в нашем случае, телевизионном, когда нас спрашивают не за результат, за воплощенную идею, а за рейтинги, да, за рейтинги, плюс еще несколько задач. Если бы нас спрашивали, вот есть идея, насколько вы прекрасно можете ее воплотить, это была бы одна такая задача. Но он нам говорит, вот если прекрасная идея, а результат совершенно немножко такой, это надо все как-то уместить. Ну, есть такая парадигма, что вот, грубо говоря, парень должен отправить заявку, ему должны, как сказать, подтвердить, ну, там, сказать, выбрать ты талантливый. И потом он оказывается, что он становится непрофессиональным продюсером. У него появляются, должны появиться, оказывается, и деньги. Он может собирать команду, писать сценарий вдруг, да, сценарий сериала, который тоже имеет свою определенную специфику. Ну, то есть талант, который подал классную идею. Ну, с одной стороны, это так выглядит. С другой стороны, это выглядит так, что мы там примерно в свое время, ну, там, ну, и вы в том числе, да, там, когда-то вот вам дали, типа, шанс, там, вот я два года ходил, мне тоже сказали, ну, ладно, сними один сериал, ты уже все сделал для этого, понимаешь, уже все, у тебя здесь сценарий, все уже готово, да, и деньги свои должен был вкладывать. Я говорю, когда-то вам дали, а вот теперь вот, типа, вот вы там, ну, там, считаете, что… Ну, я считаю, что рынок так должен будет стоить. Вот твое мнение. Нет, я совершенно согласен с тобой, что нужно давать возможность ребятам самореализовываться. Ну, опять же, как для тебя, как не секрет, да, последнее время же, что, как хотели вообще внедрить. Снимите пилот, принесите, да, условно говоря. Да, у тебя классная идея, но канал же тоже, условно говоря, не с мира того или сего. Они же понимают, какие продакшены занимаются, производство. В любом случае этот молодой человек пойдет в ту или иную студию с этой идеей, чтобы воплотить ее в тот же пилот. Либо он там, опять же, будет искать на уровне таких же продюсеров, как и мы, да, будет обращаться, потому что не зная рынка, и узнавать, кто, сколько стоит, чтобы сделать тот же пилот, условно говоря. Да. Поэтому... И вот наши условия же не очень выгодные. Вот именно. Что, как? Что, мне кажется, вот ту молодежь, которая пытается что-то сделать самостоятельно и пытается выбиться, ну, вот, как бы, в производство того или иного продукта, ее зародыши просто убивают. То, что, когда просто им говорят, сделайте пилот, это уже, он уже попадает. То есть, это же, естественно, понятное дело, что он делает это на собственные средства. А если потом уже, когда канал заинтересован тем или иным продуктом, который он сделал, пилотную версию, то они ему, конечно, оплатят. А если он сделает это некачественно, идея была хорошая, но на экраны все это вылилось по-другому, естественно, ему никто ничего не заплатит. То есть, он уже попадал, попадает. То есть, он уже зародыши сам себе убивает. Поэтому, мне кажется, здесь нужно идти в направлении того, что давайте продакшенам отдавайте все, а они пусть распределяют самостоятельно. Слушай, а как тебе вот такая вот одна еще моя гипотеза? То, чего не хватает, например, по ту сторону и заказчиков, и у нас. Я так думаю, что нам не хватает редакторов. Не хватает редакторов, которые разбираются в сценариях сериалов. Здесь, у нас в компаниях, которые мы, возможно, не можем себе позволить, а, возможно, их просто нету, да? Ну, их мало или я не знаю как. Или они уже работают креативными продюсерами, сценаристами. И по ту сторону. То есть, у каналов должен быть профессиональный редактор, который редактирует твой сериал, например. Ну, не с точки зрения, там, грамотности языка, там, и так далее. Я понял. А с точки зрения того, как этот сценарий будет интересен, и так далее. Потому что, ну, у нас же немножко такая ситуация. Идея должна настолько увлечь руководителя, по большому счету, что он говорит хорошо. И потом для него вообще полный информационный провал, что там происходит. Только надеяться, что вот 5-6-7 делает там классно, да? А потом он получает его, и он больше никак не может на этот процесс влиять. Ну, там, ну, мы скидываем сценарий, но кто из уководителей их читает? Ну, практически никто. Читает их потом только редакторы по языку, по большому счету. Когда принимают. Да, ну и плюс вот так вот пробегаются, нет ли там каких-нибудь, я не знаю, там, красных флажков, да? Никто не пришел за красных флажков. Флажки, все, по большому счету, никто на уровне сценария, хотя это тот момент, когда, в принципе, формируется все. Насколько сериал, какой он и так далее. С нашей стороны мы этим занимаемся, с одной стороны, да? У нас есть сценаристы, там, креативные продюсеры. Но, грубо говоря, редактор, который бы, например, занимался взаимодействием с редактором канала, его бы были профессиональные люди, в том числе спорил, да, в том числе отстаивал. Ну, мне кажется, просто этих единиц нету, и вот у нас все на уровне продюсеров. Не, ну, почему? Сейчас, возможно, когда только телеканалом начали этим заниматься, я думаю, что были такие люди. Ну, не настолько, может быть, профессиональные, со стороны канала я сейчас говорю. Да. Но это же такая индустрия, которая... Тогда было немного построже, тогда были какие-то редактора, которые принимали у тебя твой сценарий, участвовали в процессе, говорили свои пожелания. Ну, я отвечу одним таким, знаешь, предложением, условно говоря. Тогда, когда ты что-то сделал, и это стрельнуло, тебе нету никаких претензий. Да, да, да. Когда не стрельнуло... Нету никаких редакторов. Да. Все. Ты сделал рейтинг, ты все, крут, условно говоря. Поэтому я думаю, что... Ну, я просто потому, что у нас нет совместного. Со стороны продюсера я бы не хотел этого. Нет. Потому что это утрудняет процесс. С одной стороны. С другой стороны, если подходить к этому профессионально, естественно, естественно, с двух сторон должен присутствовать редактор. Допустим, в России есть телеканалы, которые занимаются самостоятельно производством сериальной продукции. У нас таких каналов... Нет, ну, на любом канале, там, в России тоже есть эти редакторы, понимаешь, которые прошли курсы, как писатели. Я тебе о чем и говорю. Для того, чтобы появился редактор, нужно, мне кажется, каналу понимать, что такое производство. Ну, да. А канал... Вот здесь канал с нами где-то что-то понемножку узнает, что такое производство. Потому что мы им доносим о своих проблемах, о своих сложностях, о своих каких-то там тяжелых ситуациях. Вот. И уже сейчас, на сегодняшний день, я думаю, что есть отдельные личности на каналах, которые понимают, что такое производство и как сложно нам продакшенам с этими. Вот ты знаешь, вот сейчас, допустим, что касается телеканала «Казахстан». Раньше, да, я понимал, ну, я вот уже лет пять или шесть делаю для них материалы. Раньше, да, ты сдаешь серии, у тебя их принимают. В основном, какие поправки? Поправки по языку, по диалоговой какой-то атмосфере. Сейчас я уже наблюдаю, с теми же людьми, которые у тебя раньше принимали, я наблюдаю ту тенденцию, что они уже немного в процесс включаются и уже понимают, сюжетную линию они просматривают, то есть они читают сценарий уже. Есть какой-то потенциал. Люди, может быть, им настолько это все надоело тоже сидеть на диалогах, они уже в процессе, понимаешь? Ну, и когда ты с ними в диалоге, то есть непосредственно вживую ты видишь с ними, разговариваешь, говоришь о каких-то своих проблемах, они тебе о чем-то рассказывают. Когда ты в живой диалог всыпаешь, людям становится интересно, что ты делаешь. То есть они начинают смотреть, что ты произвел. А когда ты сделал что-то хорошее, то есть, допустим, тот же ОК, который в Корее мы взяли. Сейчас честно признаюсь, пусть на камеру, не на камеру, руководство телеканала сказали, что мы сняли, что это? Почему у нас в Казахстане такие страшные квартиры? А это социальная драма. Но взяли и выиграли. И потом сказали, да, мы сделали крутой проект. Не мы, а телеканал сделал крутой проект. Вот после таких проектов к нам идут, не то что на диалог, навстречу, а вот эти редактора начинают наши проекты просматривать. Им интересно, что там, какая там сюжетная... Они начинают с самого начала читать сценарий. И уже немножко втягиваются в этот... Мое такое мнение, что нужно обязательно чего-то добиться извне страны, чтобы тебя начали здесь уважать в первую очередь, а во вторую очередь с тобой... Считаться. Считаться и вот участвовать в твоем производстве со стороны телеканала. Вот сейчас уже на телеканале «Казахстан» редактора с нами участвуют. Мне это очень нравится. То есть там нету такое... Слушай, а вот это, вот это, вот это... А там и есть... А может быть давайте вот так? Вы вообще как вы думаете? То есть нами считается, но свое тоже предлагают. Не, ну по сути нигде нет вот такого, но ты же понимаешь, что все равно есть какие-то правы. Я спорил, что много где есть такое. Не, ну это я имею в виду, может быть не по форме? Нет, я имею в виду, что... Да. Может быть и нас как продакшн вот это строго сделало. Тем продакшн, который может заниматься не только творчеством, а ну как и бизнес конструкцию. То есть мы как бизнесмены уже ведем диалог с каналом. Угу. Рина, слушай, ну я хотел спросить, ты вот упомянул интернет, да, вот сейчас появляются стриминговые платформы, там Netflix, Netflix пришел в Россию, да, сейчас какие-то проекты уже туда продают. Ну и вообще там, грубо говоря, Яндекс запускает свой сериал, там Mamba, вот Бекмамбетов запустил сайт, ну это сайт знакомства, я не знаю. Как говорят люди, завтра утюг будет заказывать, будет делать сериал. Вот, как ты видишь, как бы, эту ситуацию, как это будет в будущем, ну вот если касается именно интернета, либо там веб-сериалов, у меня любимая тема, как веб-сериал. Угу. Как ты видишь эту ситуацию? Я сразу быстро отвечу, коротко и ясно. Я только-только начинаю этим интересоваться, изучать. Вообще, этот рынок, он мне интересен, но я сейчас не смогу тебе что-то адекватно ответить, как профессионал интернет-индустрии. Нет, я говорю о том, как ты видишь будущее. Честно говоря, пока не шарю, но я думаю, что за интернетом будущее в плане производства тех же веб-сериалов. За этим будущее. То есть там, мне кажется, там деньги. Там деньги? Там деньги. Круто. Я так думаю, почему, потому что ну аудитории больше в любом другом случае. И намного больше, чем на телеке. Ну мне кажется, еще в плане производства это будет удобнее, потому что как бы вы, ну вы делаете фильмы, например, да, нет цензуры по сути, да, но с другой стороны мы тоже вот разговаривали тоже с Оскаром, с Оскаром в здании, он тогда мы на одном питчерном встрече обсуждали. Но сейчас ты же знаешь, что ты не можешь любой, ну любую интересную идею выпустить в прокат, да. Все равно есть ограничения именно кинотеатральные, скажем так, как зритель должен, на что он пойдет и так далее. А в интернете, по идее, ты можешь, ну предоставить на суд зрителям любую историю. Если тебе нравится вот в этом жанре, значит в этом. Ну может быть ее мало посмотрели, может тебе мало денег, но ты можешь попробовать, во-первых, в любом жанре же можешь что-то выставить. Да, Катя, вот мы сейчас с тобой сидим, мы не сможем любую там идею, которая нам нравится, воплотить, да, там, и не будем вкладывать в это деньги, ну скажем так. Совершенно верно. Хорошо. Потому что то, что там касается кинопроизводства, то ты понимаешь, что на местном уровне ты не можешь там выйти за бюджет определенной суммы, да, и ты понимаешь, что пустят ли тебе завтра на большие экраны, дадут ли тебе прокатку или нет, да. То есть ты понимаешь, с чем тебе дадут, с чем тебе не дадут. А там есть этот момент, да, что они еще, я думаю, это автоматически. Нет, ну, во-первых, присваивается, да, там, плюс 14, плюс 12, плюс все. Но в любом случае есть какая-то цензура, на которую Министерство культуры обращает внимание. То есть, ну, пропускают, но я думаю, что если ты сделаешь что-то такое, что-то такое-такое-такое, что не пустят просто фильм. Да, то есть там художественный фильм про Жанна Узеяна не пройдет. Не знаю. Сто процентов говорить не буду, но я думаю, что есть свои подводные течения в этом плане. А в интернете ты предоставлен крупной аудитории, к слову, мы говорим, сам себе художник, сам себе хозяин, за что с тебя никто не спросит. То есть спросит только та аудитория, которая посмотрит в плане того, что отреагирует, как она отреагирует. Ну, и мне кажется, в производстве небольшие деньги будут уходить. Ну, там, пока так. Развителю изыскательнее становится. Пока так. Ринат, спасибо большое за эту встречу. Я тебя уже замучил, уже почти два часа. Ну, я надеюсь, не все два часа попадут у нас в нашу версию. Да нет, я тоже не хочу, чтобы тебя попало. Вот, ну, хотя опять-таки интернет здесь нет никаких. Все, спасибо большое за встречу. Это был Ринат Сафаров. Спасибо большое ему за интервью. Надеюсь, вам было интересно. Если вам было интересно или неинтересно, пишите комментарии, ставьте лайки или дизлайки. В следующих интервью, в следующих видео мы будем приглашать людей из этой индустрии, продюсеров, сценаристов, возможно, руководителей каналов, а также людей, которые прямо сейчас занимаются производством веб-сериалов. Это был видеоблог «Серийный продюсер». Подписывайтесь, если вам это нужно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok